Всем привет, ребятки! С вами Дева. И как вы думаете, во что я всё-таки решилась поиграть? Да, это именно Outlast. Ну, господи, я проклинала всё на свете, пока качала эту игру. В общем-то, да, играть я в неё не жажду. Больше вам скажу, не хочу вообще. Просто для меня ножа сейчас новая игра, это равносильно тому, что, вы знаете, играть в русскую рулетку и пристрелить... Ой, приставить пистолет к голове и выстрелить, зная, что патрон находится именно в нужной ячейке. Вот одно и то же, действительно. Я совершенно не хочу. Я ужасное ссыкло, ужасное. Простите за выражение, конечно, но я буду бояться. Я буду орать, визжать, я не знаю. Я, мне кажется, на середине этой игры я просто её заброшу и скажу, всё, ребят, смотрите эти летсплеи у кого-нибудь другого. Потому что я действительно просто, я не готова к такому потрясению. У меня очень слабое, не знаю что, восприятие мира. Я до сих пор боюсь темноты. Я действительно не хожу по квартире, пока не темно. Так что не надейтесь, что играть я буду в Outlast вечером. Нет. У меня сейчас всего лишь 2 часа дня, если я не ошибаюсь. И в свой выходной день я решила уделить несколько минут времени. Да, кстати, вы, надеюсь, заметили, что я летсплеи стала делать поменьше, по 15 минут максимум. И, в общем-то, я решила уделить 15 минут времени прохождению Outlast. Сразу признаюсь, да. Так, я сейчас хотела показать вам наши настройки, мои настройки. Графика всё очень высокая, всё фигня. Я не знаю, зачем меня просили это показывать. Ну, в общем-то, ладно, я показала. Ну что ж, приступим. В игре Outlast встречаются сцены на насилие и кровь в сексуальной сцены. Это прям как по мне. Можно, в принципе, вот насилие и кровь вырезать, а сексуальную сцены оставить. И мне пойдёт. Я люблю этот игрок. Значит, наслаждайтесь. Главный герой и репортер Майлз Апшир. Не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнёт суметься ни один, а репортер. Одно из таких мест — психиатрическая лечебница Маунт Мессив. Можно смело назвать адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец. Да и сражаться с ужасами Маунт Мессив невозможно. Так что останется только бежать, прятаться или сдохнуть. Твою ногу. Я не хочу в это играть. Ну ладно. Раз уж пообещала, раз уж спрашивала в финальной части Фаренгейт ваше мнение на эту тему, хотите ли вы, чтобы я начинала играть в Outlast, и я собрала максимальное количество, мне кажется, комментариев, то есть три, когда мне сказали, да-да, Ева, игра, и, конечно, это хорошая игра. Тебе понравится? Правда, мне уже не нравится. Я не хочу играть в эту игру, ребят, нет, нет, господи, зачем вы это сделали? Ладно. Так, Ева, возьми тебя в руки, всё хорошо, мы всего лишь нервничаем немножко. Так, ладно, извините. Всё, у меня остался в руки FM 107,9. А я, кстати, люблю 103,7, там альтернативную музыку играю чаще всего. Алло! Алло, у меня радио перестало работать. Где тут техподдержка? Маунт Месси. Давайте развернём... Зачем ты сюда едешь? Что ты... Что ты делаешь, господи? Разверни машину и поезжай обратно на газон давью. У тебя есть спорт режим? Давай, врубай его и погнали. Ё-моё. Боже мой. Ладно. Конечно, давай поставим на ручник. Конфиденчал. 17 сентября 2013 года... Это... Эээ... Вчера. Ну ладно. Я в шоке. Ладно, мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, и они могут следить. Кто они? Ну ладно. Я две недели проводила консультации о программном обеспечении психиатрических исследованиях Марков в Маунт-Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю, не верю и в половину виденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Alright. Two batteries and camera. Alright. Ok. Miles Absher. Что там было еще? Еще что? Что еще? Это было написано, но я не видела. Ладно. Трюк подсет. Выходи уже. Чего хватит. Господи, здесь... Еще там клажу таб, содержащий заметки N. И собраны документы. Таб. Угу. Заметки. Никаких. Документы. Никаких. Только информация. Все понятно. Нет! Уходи! Открой! Уходи, дверь закрой. У меня теперь другой. Блин, я сейчас, короче, просто вот здесь вот сяду. Вот сяду. Вот так вот. И, короче, все. Я буду плакать. Я буду плакать в уголочке. Пока меня никто не заметил. А что, сейчас нельзя зайти? Я хочу зайти сюда. О! Ух ты, я прям залетела, я бы сказала, сюда. И тут ничего нету. Мне нечего взять. Вообще? Вообще ничего? Может быть, тут хотя бы батареечки будут, нет? Вообще, ну ладно. А, я ломилась вот так вот и вверх, что ли? Ребята! Ребята! Сегодня не ваш день. Ладно, пойдем. Мм. Ну, вообще, там горит свет, вы знаете. Эээ. Окей. Чтобы принять камеру, нажмите правой кнопкой мыши. Окей. Опс. Мне уже это не нравится. Заметки. Лечебница Маунт-Месси. Не отожди, тут одного только вида этого места. Больница Маунт-Месси закрыта для выскандала по соображениям государственной тайны. А? 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 Так, сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда, похожий на глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе, корпорация мэрков издавна наживается на филантерапии, но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может быть, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Собственно, нет. Ничего у тебя, парниш-то, не выйдет. Обожаю ходить по газону. Это же вроде как запрещено. Вообще, мне не нравятся эти звуки. Я не люблю, когда воют волки, когда вот и шатается фонарь. Ну ладно. Чтобы бежать, держите left shift. Да, кстати, я немножечко счетырила. И, в принципе, основную часть Outlast'а я видела, как проходили другие летсплейщики. Такие, как там PewDiePie, Markiplier. И, в общем-то, основная сюжетная линия мне известна. Честно говоря, вот я сейчас пытаюсь играть, а у меня уже мурашки. Потому что, блин, это трэш. Это абсолютный... Оп, вот так. Беспредел, хочу вам сказать. Управление здесь, в принципе, совершенно стабильное. Такое, как во всех играх. Ничего сложного нету. Да тут нагнетающая атмосфера, правда, да, напрягает очень сильно. О, твою мать, твою мать. Можно отсюда спрыгнуть прямо сейчас, пока я далеко не зашла? Ой, ну всё, началось. Кровь и прочее. Пыпешка. Я ещё и по костям, мне кажется, хожу. Да, это же кости сейчас хрустят. Или что? Здесь нигде никаких батареечек, ничего нет. И, кстати, я не люблю игры, у которых вот... У которых нужно собирать там всякие батарейки и тому подобная тема, потому что, как правило, батарейки я никогда не нахожу. Ну, и, собственно, ммм... Твою мать! Аааа! Фу, так делать! Фу! Я, блин, сама чуть не подпрыгнул только что на стуле. Окей. Так, я знаю, что пока нам... Можно просто... Идти... О, что здесь? Ага, батарейка! Эээ... О! Бери! Так, что у нас там? Документики. Отчёт состояния пациента. Проект Валеридер. Валеридер, господи, это же Валеридер. Зачем сказать Валеридер? Что-то фигня такая. Ладно, я считаю, лечащий врач Карл Хьюстон непроверено. Состояние пациента утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдение беспроцедентной активности... Бл-б-б-б-б-а? Спирометрии не обнаруживают бронхиальных образований. Территроцит, томография, аритмия, заметки. Отнесет мисковой матери против лечебницы Мерков. Это показывает серьёзные проблемы с безопасностью. Хотя Билли утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. Слушайте, я сейчас читаю и понимаю, что это какой-то бред сумасшедший. Я не понимаю ни единого слова из всего, что я сейчас прочитала. Мне это не сказало ровным счётом ничего. Мистер? 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 У меня диарея. Мне нужно пройти туда. Пожалуйста. Я выпила кое-что. О, батареечка. Там кто-то ползёт? Вот так вот. Я сказал своё последнее слово. А туда можно идти? Не, ребята, понятно. Вообще мне, по идее, нужно же постоянно с камерой ползать, да? Или это не принципиально? Твою мать! Нужно спускаться обратно или... Нет, я не пойду обратно. Короче, это решено, я буду идти дальше. Этот психопат, он бежал там и прибежал сюда, и побежал обратно? Я не понимаю, что этому человеку нужно. Что он вообще делает? Скажите мне, пожалуйста. Открывай дверь. Что значит нет? Ты что, ты же мужик, ты, господи, ты не должен над ним движением распахнуть все эти кресла, которые там находятся. Дальше-то идти туда, что ли? Твою ногу! Как он повис на кишках висел или вообще? На люстре? Охренеть! Охренеть! Мистер, вы потеряли где-то свою голову. Ну, не мудрено, я же такая красотка. От меня легко потерять голову. Блин, пипец, они все пизглавленные, что ли? Да? Точняк. А вот тебя я знаю. Тебя я знаю, тебя я не испугалась. А че, а где субтитры-то? Ладно, неважно. Ну, в общем, он говорит, типа, ты должен спрятаться, вся фигня. Блять, блять, блять. Как этого чувака пройти? Блин, ты можешь дышать тише, чувак. Таким дыханием, мне кажется, тебя только, не знаю, больной на всю голову не услышит. Это и неадекватное поведение, хочу тебе сказать. Давай посмотрим, может здесь что есть. Собственно, ничего, кроме руки в метазе. Эпично, эпично. Туда нельзя. Вот сюда мы пришли. А сюда можно? Можно сюда? Нет, нельзя. Сюда зашел какой-то психопат только что. Кстати говоря. Да блин, че здесь все заставлено? А-а-а! А-а-а! Пусти меня! А-а-а! Бей его! Ногами поражен, поражен! А-а-а! 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 Да ладно! Господи! И у меня мурашки! И это убей тоже ногами порожен! Хватит смотреть на них! Че ты такой пассивный, блин! Амеба! Тебе вот жрать, наверное, даже внимания не обратишь. Там отрубит тебе руку, если жеватель такой. А-а-а! Почему мне субтитры не показывают? Я что, такой профессиональный переводчик, что ли? Это неправильно. Несерьезно это все. Ну там, типа, чувак спросил, а ты вообще кто и как ты здесь оказался? Ну раз ты тут пока оказался, то окей, ты должен знать правду, там вся фигня. Выберите, извлечем, не откроете главную дверь через службу безопасности. Что-то мне подсказывает, какой-то вот мой... Нет, это не то. Тоже не то. Какой-то мой внутренний голос, который никогда меня не обманывает. Я называю это голос задницы. Вот, он подсказывает мне что-то... Вряд ли я открою так просто все. Корборация мерков подразделения в США. Письменные показания под присягой. Данные перед советом директора заслуживающего доверия агента подразделения мерков. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и основанием для выдачи данного ордера. Данным документом предписывается представитель АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываются от любых исков и требований корпорации мерков и ее дочерним компаниям. Ясно. Короче, они со всех собирали подписи, то, что типа все, что здесь происходит, это чисто секретная, короче, информация. Вот это я молодец, хорошее слово нашла. И не стоит вообще как бы пытаться что-то с этим сделать. Типа вы не можете там подать на суд и прочая фигня, все, что здесь произошло, останется в этих стенах. Правильно? Правильно. Ну, здесь как обычно столик, конечно, я не могу открыть эту дверь, почему же нет. Сейчас какой-нибудь опять скример, блин, вылетит, и я просто наложу здесь дачу кирпичную. Я бы, кстати, отказался от кирпичной дачи, мне кажется, именно поэтому я начала играть в Outlast. Вы не считаете так? Господи, я думал, это будет идёт. Блин, надо поменьше, короче, камеру одевать, потому что она как-то искажает всё происходящее вокруг, и я не могу. Вот он такой верблен вниз. Ну ладно. Ах, господи, мне эти звуки, они просто вымосят мои мозги, честное слово. Двери нужно закрывать, да, по идее? Чтобы никакой психопат следом за нами не пробежал. Но это меня мало волнует. Я не буду закрывать. Что? Кью или нет? Окей. А здесь я куда-нибудь заглядываю? Психопат, вы видите его? Висеть этого психа. Мне кажется, нам нужно стоит его снять на камеру. Эй, парень! Эй, парень! Парень! Скажи привет, Еви! Какие-то ребра у тебя, блин, какого-то тебя никто не кормит, за честное слово. Что это за место такое? Вроде... Ли... Лечебница. Я, кстати, видела много мемов на эту тему. Я знаю, что вы здесь ничего не сделаете. Нет. Потому что ВКонтакте всегда пишут всякие спойлеры. Поводы разных игрового щитят кучкой и пялятся пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло. Оно похоже на чердаке, у них совсем пусто. Алло! Тук-тук-тук-тук-тук! Блин, на самом деле, если бы я сидела и пялила в монитор, или плакала бы в уголке, и ко мне подошел какой-нибудь чувак с камерой, я бы просто в задницу моего затолкала, на самом деле. И сделала бы, я считаю, абсолютно правильно. Так, ладно, камера нам надеюсь больше не нужна. Блядь, я думала, он встал и идет ко мне. Это уже нервно, короче. Ясно, понятно. Думаю, это батареечка. Это я возьму с собой. Ну давай, бери. Это я забираю. Опчики, что это я нашла? Ага, батареечка! А вот не буду я мять батареи, а вот нет. Вот ни за что. Так, значит, ключ мы нашли, а для чего он нам, я не помню. И даже не то, что не помню, я не знаю, на самом деле, я смотрела примерно в других прохождениях до этого момента, момента. И то, видите, я, блин, половина этих скримеров всяких не помнила. Кстати, пока, чуваки. Может быть, может быть, дашь мне автограф, напишешь ему личный дневник. Типа там, знаете, как раньше у девочек были всякие... У девочек были всякие личные дневники. И там писали, там, любимая еда, пицца, вся ревня. Ладно, это неинтересно, у передачи. Я не люблю такие. Я такие не люблю. Давай, скажи привет Еве! Привет и... А-а-а! А-а-а! Иди вон, иди вон, иди вон! Блин! Блин! Ты... Ты просто... Пну тебя... Мама! Я думала, что ты... Ма-а-а! Я, между прочим, просила передать привет Еве! Ма-а-а! 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 Все такие тислое! Я не хочу играть в эту игру! Пошли вон! Козлы! Все, ребят! На этом мы закончим! Стоя в луже крови и полностью в соплях! Хе-хе! Давайте, ребят! До встречи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok